всем здравствуйте константин привет привет прошло совсем немного времени и много полгода не меняется но так сам как что у меня ты хочешь спросить наверное про проблемы с которыми я обращался дуэт очень часть проблем решилась очень положительно для меня то есть по работе там меня восстановили основной вопрос у нас упирается на медицину о чем мы сейчас я хочу поговорить с 23 года у меня проблемы со спиной то есть и я столкнулся с этим и понял что проблема у нас глобальный в этом плане и тут даже не вопрос нехватки врачей вопрос нехватки специализации и самовластия какого-то до человеческое отношение тоже кстати самовластия единого самовластия начальник црб администрации ведь проблема-то не у одного меня а получается самовластия единиц на минах единиц которые решают жить тебе не жить лечить тебя не лечить скорую тебе отправлять не отправлять терапию тебя класть не класть вот и похоже на какой-то катализм да да там то и дело что много у меня появилось знакомых да и некоторые друзья у меня да с такими же проблемами а это вич 21 века сейчас остеохондроз эти грыжи они просто просто они еще не обострились и ты не знаешь об этом и слава богу и никогда не узнаешь надеюсь вот не дождутся да и мой случай то есть лечение началось двадцать третьем году наши врачи ну потому что компетенции у них нет то есть невролога у нас нет но только терапевт ждите невролог на сайте на сайте есть невролог есть там даже какой-то еще супер это опять-таки мы уходим к тому моменту видишь суслика не вижу ты хочешь сказать что лукавство что это лукавство на сайте но будешь на положить можно предполагаю что так да потому что у невролога мира хирурга у нас точно нет то есть вот моя история да на фоне там сидячие работы физической большой нагрузки и острого респираторного заболевания вылезает дикая боль в спине не дает ни ходить не сидеть ничего у нас этим занимаются кто только терапевты в поликлинике у них стандартный набор уколов они тебя там 15 дней колят и отправляют обратно на работу ну очень хотят отправить то есть если ты не борешься тебя отправят на работу если ты борешься говоришь а там они не имеют права по 323 федерального закона отказывать тебе в лечении но у нас почему-то на местном уровне никто не знает в 323 федеральный закон о здравоохранении почему он достаточно популярный 323 там даже есть пункт очень популярная очень любит его граждане из ссср-20 как они себя называют там целый пункт на около пятидесяти по моему страниц о трансплантации кстати урбина и там из этого пункта следующее трансплантировать можно даже кстати у детей нельзя ну если случай может быть вырезать вот этот кусочек 323 федеральный а далее что получается два месяца я грубо говоря мыкаюсь мыкаюсь меня гоняют туда-сюда ничего не происходит состояние здоровья ухудшается я добиваюсь то есть вот допустим не знакомая бабушка она не может не может ходить да то есть она уже просто махнула рукой не лечит отказывают что ты пришла вот что ты пришла и мне также говорили я как бы человек грамотный да я говорю вы не имеете право этого делать понимаете что но это незаконно и мне после вот этих нескольких разговоров дают направление хабаровск я приезжаю мрт иду к неврологу по записи бесплатно сюда невролог смотрит мрт говорит батенька это не мой вопрос это вопрос нейрохирурга а у меня уже многие начинают отниматься потихоньку я даже не говорю ничего не понимаю встать не могу ноги не ходят ну и все я иду за плату к нейрохирургу во вторую краевую больницу там нейрохирург смотрит на мрт и говорит опа дорогой друг а ты вообще ну как бы жить хочешь ходить хочешь хотелось бы ну вот иди сюда смотри у тебя защемление да выпавшая грыжа у тебя дает на спинной мозг если ты говорит не сделаешь операцию ну в принципе ну скоро ты будешь лежачим я приезжаю сюда у нас такие глаза у терапевтов да вы что ну конечно у них нет компетенций стандартный набор этих медикаментов которые ходят медикаментов в полку и так далее им говорит что не помогает тогда им не надо лечить терапевта может вам тогда не надо лечить а то люди так и приходят на приеме а я же депутат я же не терапевт терапевт участковый должен быть но он должен понимать что некоторые понимают просто они же опять таки зависят от начальника то есть начальник говорит врач говорит вот у меня комиссия вк я и мой зам и мы решаем кого лечить кого не лечить вот этот мне не нравится все он пойдет он здоров а вот этот вот мне нравится я его положу полечу ну или там с большого пинка там когда уже извините далее ну ладно положим немножко вперед подожди но это получается на фоне на фоне вот этого даже вопрос отсутствия хирургов он меркнет у нас получается вообще отношения да я про что и говорю я делаю операцию то есть дают мне направление делаю операцию возвращаюсь четыре месяца реабилитации я лежал с одним парнем зовут его иван нам вместе делали операцию одинаково у него получше случае было его защемление меньше но он живет в хабаровске и мы с ним на связи до сих пор хорошо общаемся я приезжаю в николаевск мне просто отправляют больничный причем стараются поскорее закрыть врачи не скрывают что с ними проводят беседы и администрация црб и администрация района ну потому что у меня с ним конфликт не у меня с ними а у них со мной потому что ну я имею свое мнение были считаю правильным они не считают что сувени правильное сам знаешь как у нас решается вот и получается как товарищ мой хабаровске сразу говорю хабаровск москва территория сириус там новосибирск вопросов у врачей там не возникает и они сразу спрашивают вот я допустим приезжаю какие-то там давать исследования проходить анализы какие-то лечения реабилитации начинаем рассказывать случае николаевскому почему так почему вас не лечат мы видим у вас все показания я не знаю они граничу ну как бы законов не читают они бессмертные или что такое то есть там у меня вопросов нет приезжаешь и тебе все делают то есть там большая земля мы вот где-то вот здесь вот какой-то финальный деревне живем ближай шкабаровск у тебя вечер вопросов не возникает а как ему тоже значит так находимся тоже далеко да то есть вопросов у врачей там нет и они понимают они говорят да то есть бывают такие ситуации там и до года можно сидеть а иногда там если обострение ну все все это ну даже сам на эдапирук другой который меня смотрел я сам спинами 15 лет как бы мучаюсь этим я вид спасались только шмаковкой ну он из хабаровска на поезде приводит шмаковку вот там все там нормально делают раз полгода я туда езжу раз полгода понимаешь а у нас я четыре месяца просто вот так вот меня гоняли на приемы 15 дней и пытались выписать врачи мне ногу рядовые я понимаю не подневольные люди запуганные конечно запуганные то есть им говорим было трать все этого с пляжа они ничего не могут сделать тем более пока его то есть он они все учебную там подписывает он решает будет у тебя магичный не будет получение жгуте головрач получается он руководитель хозяйственных всей больницы руководителя его плюс еще руководители комиссии вы к университет а какая ну насколько мне известно гинеколог на сайте должна информация на сайте нет но за этим нет если гинеколог значит должен по гинекологии там что-то возглавлять ну если если там вопросы а пока если панели хирургии ну ты никак не можешь этого делать то есть подожди может быть он самоучка какая просто он может понимать нельзя нельзя у врачей есть специализации ну ты каждые пять лет они там подтверждают свою квалификацию кто-то там первую категорию кто-то вторую кто-то высшую вот у меня мама допустим бывать специалист высшей категории ну то есть врач высшей категории рентгенолог она всему району нашему делала это описывали рентгенологию и другие снимки смотрела потому что у нее была специализация она могла смотреть не только легкие то есть у нее там она могла и перелом где-то глянуть там и еще что-то да у нее это было она этому училась она в хабаровск ездила и каждые пять лет подтверждала свою квалификацию насколько я знаю у этих панели хирургии точно нет подожди но смотри вот но судя по тому как вот как он у нас а приезжал древо губернатора товарищ димешин судя по тому каком состоянии находится вход центральной отделение хирургии но и просто даже понимаешь а где такой еще нет ребята заняты просто все делом они изучают нейрохирургию по книгам и хозяйственнику нашему им просто некогда заняться хозяйством а все другие они плохие работать не хотят пользоваться пользуясь тем что наш главный хозяйственник по нейрохирургии занятия проводится может быть он учится узнать может на самом деле защищает дистанционно поэтому я не буду с этим спорить но когда измени меня дорогой друг если ты это делает дистанционно ты никак не можешь отойти от заключений реабилитационного центра от заключений как это возможно мы если вы манты написано отек костного мозга ну соответственно соответственно болит ты из-за чего из-за чего понятно из-за отека вот ударят тебя по голове у тебя вылезет гематома это будет отек она у тебя будет болеть очень долго пока она не уйдет пока ее тебе не вылечат так и будешь ходить с мигренями и болями они тебе угрожали что-ли там нет 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 это я просто ситуацию тебя проецирую не ну подожди но если ты видишь 30 лет я не читали просто ноги может не знаю у нас главное у нас в любом случае занимается у нас люди понимаешь этого и не знают то есть вот у меня девушка знакомая у нее еще хуже чем у меня у неё там вообще позвонок разрушен но она по незнанию она с дикими болями ползет на работу а у неё там дети я говорю вообще как собираешься детей поднимать надо ты должна своем здоровье подумать я не могу как ты вот и грамотный ты знаешь вот ты можешь там что-то пробить продавить я говорю пробить продавить мне тоже это ну стоит много и усилий и нервов всего но если мы этого делать не будем как останемся на этом феодальном уровне развития то есть и у нас этот главный врач со своим замом будут решать наши судьбы а так как на них давят с администрации социалка наша дорогая то есть не врачи рядовые в которых я не обвиняю ну а как я ничего не сделал если не запрещают если их вызывают на калер в администрацию берет почему этого внимательно не выписали до сих пор а такого быть не может может как это может быть новое вообще что нашими что наши тут у нас такие отношениях да да знаешь знаешь кому-то так дорогу сильно перешел ну заместитель у нас был по социальным вопросам я уже я знаю нашего заместителя я знаю светлана владимировна это замечательный человек среди людей администрации занимает такие прям мне можно все расскажу занимает такие прямо очень такие четкие тоже очень занятные постановочные вопросы 50 процентов административных работников задавали но дмитрий литерыч молодец он свою встречу растянул и под конец он уже понял кто конкретно вопросы задает наболевшие то есть там под конец как мне рассказывали уже даже дрались за микрофон чтобы задать вопрос что-то такое понятно что он все вопросы решить сразу не может но это я для людей да говорю драться не дали саду скажет и чуть ли там нет но достаточно агрессивно проходили нет а в этом был конечно ну вот и то есть если люди на словах мы все когда можно говорить словах делу не пришьешь он человек прокурор до заместитель то есть он работает от бумаги я написал обращение я знаю у меня есть на это доказательство все там мои выписки там да мои разговоры с врачами где там откровенно говорится о том как что это происходит и почему и для чего пишется обращение на листе бумаги формата 4 просто все губернатору такого-то такого-то адрес телефон и суть проблемы и все принимается то есть ну конечно там в соцсетях когда я напишу я проходил я сам несколько раз мы писал почему я и пошел на встречу чтобы у лично замыливается даже у него он сейчас чистится правительство но есть его помощники которые вот отвечают отписками очень хорошо сказал про прокуратура вашу прокуратура не работает и не работает не работает сколько я писал мне приходят отписки я решил свои вопросы два суда выиграл после этого мне приходит от нашей прокуратуры знаешь какой ответ замечательный вам были разъяснены ваши права вы в суде защищаете свои права вас восстановили там так какие мы молодцы мы вам помогли так я сам все это сделал вы мне ничего не помогли у меня куча ответов давай у меня еще тогда в сторону ты говоришь обращаться непосредственно иметь что он сказал у него в контакте у него помогут или грамм да все отлично можно обратиться где-то отписка где-то и пройдет и вот такие мероприятия тоже либо либо его еще можно написать депутат у нас есть замечательные депутаты у нас есть антона у нас есть кудяков михаил у нас есть я думаю надо брать выше гладышев до краевого надо проект пока еще не переизбрали депутатов но когда переизберут уже гадик рада конечно богимян конечно да есть заход конечно так он об этом вчера и говорил вот к ним но есть еще организации которые просят вы нам пишите ну вот например такая организация как и все оппозиционируют мы общественники я буквально 30 секунд кобру я уже об этом записывал обращение и люди как бы мне говорят это кто такие как бы я отсылаю к своему видео обычно и говорю вот посмотрите кстати кому интересно это я ссылочку тоже размещу под видео вот на это явление природное здесь поэтому как бы ну смотрите они как бы вас просят отбирают личные данные у вас да еще вы им пишете они вам пишут ну вот как вот эта прокуратура ну вот вы решите решайте свои проблемы тоже тут это чё хабардисты что ли я думаю мы делаем все чтобы люди сами решали свои вопросы то есть помогаем им развивая в них силу воли это похоже на прокуратура подожди так это же саентологи так работает что саентология что ли у нас короче говоря вот про эту организацию я вам скажу просто вы вы так вы смотрите как бы да есть демешин есть депутаты есть районные городские есть краевой депутат николаевский уровня лдпр серьезной партии политической которая тоже в парламенте представлена да смотрите я вот я представитель партии кпрр я не зову коммунистов там к нам депутатами скажите подите к лдпр я не пиарю кпрр я на пробью вот у нас много депутатов хотите придите на прием конечно и к нам ну для чего писать кому-то допустим кто-то назвался я вот надежда например европы приходите ко мне пишите или друг путина вы приходите ко мне и пишите да ну чё за бред какой-то поэтому пишите непосредственно либо губернатору либо депутатом собственно либо 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 куда конкретная станция куда вам надо написать собственно говоря мне делать добавить да я тебе хочу сказать что вот куда я только не писал в основном идут отписки но есть такое правило ста писем если кто не знает может смотрел фильм до побега шоушенка вот там сиделец добивался библиотеки писал каждый день по одному письму судебный департамент департамент этих тюрем писал писал сам стал в итоге далее там через месяц и два я сейчас не помню когда далее вот понимаешь ну вот но у нас видимо по-другому не работает то есть у меня уже куча этих отписок мне прям папочка создана от разных местам и я не буду говорить я не буду скрывать помощник дал дмитрия викторовича ну вот тоже как-то отнесся видимо спустя рукава или что то есть я говорю я готов вам все предоставить но они что делают они запрашивают в николаевской црб информацию и на основании этой информации не проверив ее ни к дают мне ответ отписку но это согласно 59 федеральному закону они нарушают пункт который четко регламентирует то что нельзя писать отсылать делать отсылку жалобы тому организации на которые жалуются собственно у нас это повсеместно это как-то непонятно да я думаю что вот этого помощника товарища демешина нужно отправить на практику к пулемету дегтярева чтобы он там потренировался подавать ленты было бы вот нормально но не успевает человек снесу согласись помощник один а люди очень много я понимаю и я понимаю что дмитрий викторович не может все отследить и покажите каждого помощника и помощник пошел по пути на меньшего сопротивления запросил они соответственно ответили что да ничего не будут говорить да нет вот мы вот действительно дата у нас самовластием и злоупотребляем извините нас пожалуйста сейчас ты болеешь я помню как ты тоже вчера же приходил ты на стуле долго на этом не усидел в пасу весь сидишь смотри щас товарищи при мешает и ты при всем при этом ты двигаешься не заставляет двигаться ты пойдешь в тиг работать да когда выбором пойду смотри птики как я бросить его не могу ну потому что ну ребята там еще неопытные пожалуйста кости ну мы понимаем что там болеешь и так далее ну естественно нас не брошу конечно конечно и придумаю как там и может быть и привлечь где-то да но не все понимают есть понимающие то есть у нас есть и руководители некоторые здесь в районе которые идут да навстречу понимаем ли только работой только делай пожалуйста то есть лежи как хочешь а вот есть вот конкретно такие и вот как ну в общем да про выборы дмитрий викторович на встрече сказал замечательную фразу про нашу главу ну вы же его сами выбрали все верно и просто бум был в зале люди начали просто кричать мест мы его не выбирали не выбирали правильно резонно дмитрий викторович сказал его избрали депутаты которых выбрали вы опять бум в зале возгласы мы не избирали как так получается что не избирали правильно то и значит где-то что-то пошло не так может быть в этом надо разобраться но я не к тому я к тому что у нас впереди но выборы и чтобы не получилось вот этой вот ситуации как была на встрече да я таки как председатель избирательной комиссии всех призываю прийти на выборы и сделать свое волеизъявление просто потому что но нам здесь жить и от тех людей кого мы изберем зависит наша дальнейшая жизнь то есть вот допустим избрался у нас депутатом роман зайцев работает человек каждую пятницу трех до пяти я специально проходил когда избрались депутаты я их всех знаю всех абсолютно знаю и я ни разу не смог попасть на прием ни разу может быть мне не повезло может быть я перепутал день но хотя у них у всех есть расписание его публиковать в общем про выборы продолжаем все я всех призываю прийти на выбор и сделать свое волеизъявление я понимаю что у нас допустим по списочному составу даже на моем участке 700 человек на выборах президента показала что ну 300 человек прийти мог остальные это люди которые там подписаны не живут не живут либо уехали и так далее по каким-то своим причинам но да то есть люди все равно должны все прийти и чтобы у нас не получалось такая ситуация что потом мы губернатору говорим о том что мы не избирали главу я понимаю что по факту люди его не избирали самоизбрание потому что они не приходили на выборы да да то есть там есть определенный круг ну то есть блок социальщиков да кто боится за свою работу которым говорят идти и голосовать за кого-то того-то вплоть до отчетности ты проголосовал понимаешь но все это прекрасно знаю как это делается а остальные люди смотря на это не идут на выбор думают на что нужно ничего не решим когда решим если вы придете проголосуете ответственно выборы 2024 мы вернемся поближе к выборам и запишем еще небольшие пилотные выпуски а сейчас вот я хотел бы пусть ему ты вот рассказывал право нет да 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 я отвлекся мы ушли на другую тему меня здесь не лечат то есть гоняя каждые 15 дней я должен прийти поликлинику на отметку ну и там занимаются мои выпиской скорейше а иван хабаровский сразу после того как его выписывается ккб номер два начинает проходить лечение реабилитационное мы с ним на связи он не рассказывает и он через два месяца начинает скакать как всегда все отлично так естественно тебе дали лечение у него там и в железнодорожном железнодорожнику железнодорожная больница говорит мне там и то и то и установительные все две недели я плотно занимаюсь все я чувствую что мне ничего не болит я понимаю наверное если бы меня также увеличили я тоже наверное побежал но у него там проблема произошла он вышел на работу после этого кому полегчало я бы тоже вышел и полегчал и где-то через месяц без фанатизма надо это делать и он на фанатизме и короче через месяц он опять заезжает на больничку потому что крис но опять-таки ему сразу все делают и там раз в три месяца в четыре тоже проходит эти курсы но он уже себя чувствует человеком то есть у него нет этих постоянных болей а я сейчас с тобой стою у меня боли постоянно то есть полгода мне кололи лекарства за мой счет которые мне не помогали я говорю о том что не помогают здесь вижу на обезболивающих мне скорую последний раз когда я вызвал мне скорую вообще сказал ну а чего вы лечитесь сами ну изначально они проговаривали то что было врачным запрещаем и так далее пару раз кололи трамодолу хорошо помогал ну а однако рассказала у это кто-то вон прям расчезлился у нас погибли на на травмодолы конечно они там уже серьезные такие препараты не могут быть постоянно и только и только в терапии когда я пробежал когда начали исполнять рекомендации нейро кирурга терапевт который меня вела она добавила дексаметазон и у него не сразу начали колоть а между дня через три после того как я лег ну потому что у меня более прошу на бейсбольте бейсбольте и тут медсестра там там же так тоже прописали какие-то уколы приходит такая раз вколол и через полтора часа я такой опа а я чего живой что ли я чего не деревяшка я могу как бы двигаться и боль как бы ушла так и было и я сразу приду еще мне укололи что такое что такое я бы не хочу знать что за лекарство мне полегче стало покажите пожалуйста копеечный понимаешь то есть не афлотоп медикам который тысячу стоит за свой счет я покупал не кого не помогает дексаметазон 50 рублей подожди еще не все да и я открываю фармакологию человек грамоты читать то умеют вот я читаю снимает отек мозга то есть у препарата конкретное назначение на мрт у меня написано отек костного мозга дорогие друзья ну 2 2 наверное можно сложить алгоритмы сбились скорее всего да и полгода они не могли этого ничего то есть меня кололи не тем чем надо зная зная я так понимаю что я так понимаю что попадание в правильный диагноз все-таки есть все таки не просто но терапевт это знал как как говорит мой юрист как говорит мой лист это тоже не решение я понимаю потому что дексаметазон это все-таки гормональный препарат мне уже говорят я немножко поправился я стараюсь его не колоть часто то есть я скорую сейчас не вызываю ну зачем ее вызывать если мне открытым текстом сказали что дорогой друг запрещено то есть я чтоб в терапию лечь я 7 раз вызывал врача на дом с 4 раза только ко мне приехали понимаешь то есть вот такое ну когда я понимаю что мне никто не будет ничего оказывать каждый раз гонять скорую чтобы они они не не полят свой ну препараты пациента не просто у них есть есть у них дексаметазон в аптечке в своей нету приедут они я им скажу вот дексаметазон мне помогает я естественно выйдя из терапии я первым делом поехал в аптеку и закупился этим дексаметазон но я им не за него употребляют я терплю я хожу я хромаю когда уже совсем начинается я не человек хороший который не может уколоть его я к нему еду он меня полет я как бы расправляюсь и иду дальше и на этом живу пока мы сейчас с тобой встретимся у меня такое ощущение что ты горец получается получается вот я слушаю получается человека получается просто изживает изживает из этой жизни целенаправленно я депутат могу об этом сказать целенаправленно выкатывает его из этой жизни а он живет это горец ребята у нас у них будет горец константин бурмахин константин мы продолжим мы вернемся администрация уже закрывается поэтому надо идти надо идти там дексаметазон мне там дальше тоже бегает еще там собак надо покормить у нас такой такой вопрос с бродящими животными такой вопрос с домашними животными с домашними людьми с бродящими какие только нет вопросов у нас но самый главный вопрос у нас самый главный очистные сооружения они вообще никого не волнует ребятам этот вопрос даже не прозвучал у демешина потому что об этом уже мы говорили но самый главный вопрос у нас ребят это это наша набережная безнабережной мы не сможем вообще никуда мы никак не сможем просто жить и нашим я считаю что это прям необходимо и скажи свою фразу которую ты говорил на собрании депутатов а ну фраза про будущее про будущее это недалекое будущее то набережная нам позволит остаткам выжившего населения гулять прогуливаться с зонтиками радужными по этой набережной вот смотреть как наши белом китайские друзья ходят и выгуливают своих детей короче говоря эту картину а рядом 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 им они будут проплывать биологические биологические жбо жбо там всякие жизни отходы короче говоря жидкие бытовые твердые бытовые куда-нибудь туда плыть без очистных но это все будет происходить на самые красивые во вселенной набережной друзья администрация закрывается все все уходит по домам и мы тоже до скорых встреч надеюсь